Библейский портал экзегет.ру представляет 143-й псалом для библейского портала Экзегет, перевод российского библейского общества. Михаил Селезню был переводчиком. Он продолжает то, что начал 142-й разговор о отношении псалмопевца с Богом. То есть, я не очень важно, кто и как, и где. Не все хорошо, но не это главное. Главное, что я стремлюсь к тебе. Это основное содержание 142-го. И 143-й, тоже псалом Давида, тоже его фигура стоит в самом начале, и, собственно говоря, в центре этого псалма, говорит примерно то же самое, но немножко с другой стороны. В 142-м как будто бы от человека не зависит ничего. А в 143-м ответ на это нет, зависит. Прочитаем. Псалом Давида. Благословен Господь, скала моя, Он учит руки мои воевать, Учит пальцы сжимать оружие. Он верен, он твердыня моя, прибежище, избавитель. Он мой щит, на него уповаю. Он подчиняет мне мой народ. Господи, что такое человек? А ты заботишься о нем. Что такое любой из людей? А ты думаешь о нем? Человек, что дуновение ветра, дни его исчезают, как тень. Господи, наклони небеса и сойди. Коснись горы, они задымятся. Блесни молнией, рассей врагов, Стрелами обрати их в бегство. Протяни с высоты руку свою, Вытащи меня из пучины. От чужеземцев спаси их уста, Говорят неправду, и клянутся они ложно. Боже, новую песню воспою тебе, На арфе десятиструнной буду играть тебе. Ты даруешь спасение царям, Избавляешь Давида, Рабатывая его от меча лютого. От чужеземцев избавь меня, Спаси их уста, говорят неправду, И клянутся они ложно. Да будут сыны наши, как поросль молодая, А дочери, как изящные колонны, Украшения дворца. Да будут наши закрома полные, Обильны всяким добром. Да пасутся на наших лугах Тысячи, много тысяч овец. Пусть быки наши будут тучны, Пусть не будет ни подержа, ни выкидыша. Пусть не будет плача на улицах наших. Счастлив такой народ блажен, Народ, чей Бог Господь. Вот я сказал, от человека что-то зависит Да практически ничего, как будто, да. Наклони небеса и сойди, Коснись горы, а не задымятся. Вот это торжественное пришествие Бога. Для того, чтобы он протянул с высоты руку свою, Вытащил меня из пучины. Да, вот у меня все плохо, Он может меня спасти от чужеземцев. Их уста говорят неправду, Клянуться они ложно. Но есть две детали, Которые показывают, Что делает в этом псалмний человек. Давид, с самого начала, Он учит руки мои воевать, Учит пальцы сжимать оружие. Он учит, а сжимают-то мои пальцы. Да, вот то, что потом в православном богослове Будет называться синергией, содействием. Это псалм про синергию. Человек выходит на войну. Он прекрасно понимает, Что без помощи Бога Он будет разбит, уничтожен, убит В первом же сражении. Но он прекрасно понимает, Что если пальцы его не сожмут, оружие, То ничего не получится тоже. И второе, Боже, Новую песню спою тебе На арфе десятиструнной Буду играть тебе. А вот это уже мир, Это уже торжество, Это уже веселье. Первая половина — это борьба, Да, причем такая война. Вторая половина — это мир, Причем мир очень плодотворный, Мир, в котором все хорошо. Сыны, как поросли, Молодая дочерь, Изящные колонны, Украшения дворца, Полны закрома, Овцы, быки, Вот это все. Изобилие, разнообразие, Народ, который веселится. То есть и в войне, И в мире я с тобой, Господи. И я не стою, разявив рот, И жду, пока ты мне все в него положишь. Нет, я действую, Просто я без тебя не могу ничего сделать. Просто силой предаешь мне ты, Защищаешь меня ты. Он подчиняет мне мой народ, Говорит здесь царь Давид, Лирический герой или автор этого псалма. То есть я царь, Он мог бы сказать, А ну-ка, мои рабы, Выстроитесь передо мной, Делайте то, что я скажу. Да нет, Нет никаких рабов. Есть Бог и есть я. И вот Бог мне дал этот народ, Он мне его доверил, Я им управляю, Говорит Давид. А сам он, да, Он наклонит небеса и сойдет. Представляем себе вот этот образ Прямо вот купола небесного, Который наклоняется, Как-то пропускает Бога. У них было, конечно, Не наше представление о космогонии, Вот о том, Как все устроено, Какое-то свое, Может быть, очень первобытное. Но вот и Бог входит в этот мир, Да? Тогда это понималось так. В Новом Завете, конечно, Никто небес не наклонял, Ну, только одна звезда В Евангелии у Матфея упомянута. Но все равно, Это вот такое неприметное пришествие. Здесь это торжественный вход, И счастлив народ, Блажен народ, Чей Бог, Господь. И важно, Невероятно важно, Что при этом Давид, Этот лирический герой, Или автор действует. Что он действительно, Не забывая о Боге, Не оставляет и своих усилий. Но помнишь, Что ты даруешь спасение царям, Избавляешь Давида, Рабатывая его от меча лютого. Он повторяет, Что их уста говорят неправду, И клянуться они ложно, Но он уже, В отличие от начала книги, Не хвастается тем, Что он поступает правильно. Вот ближе к концу книги Приходят к псалмопевцу, Я понимаю, Что псалмопевец, Не один человек на реках Вавилонских, Точно не Давид писал. Но такому коллективному псалмопевцу Приходят представления о том, Что о своей праведности говорить Просто не приходится. Вот как человек, Когда обретает веру, Ну, я по себе помню, Мне 17 лет было, Он такой сразу праведный, Он прям всем все объясняет, Он себя вот точно совершенно держит За мирил истины, А потом с годами приходит понимание, Нет, что-то не то, Как-то вот не настолько я праведен, Да и вообще не во мне дело. Или он начинает себя называть Великим грешником, И тут он уже не знает меры, Он уже там образец греховности На все времена, То есть никого поручнее его отродясь. На свете не было. Тоже такой перехлёст, да, То есть он очень сосредоточен на себе, И псалмопевец вначале, Псалтирь, Очень сосредоточен на себе, На своей праведности, На том, что его надо спасти. Ближе к концу Он утрачивает эту вот эгоцентричность, Как мы сегодня это называем. Он о себе думает крайне мало, Но при этом он не бездеятелен, да, Это не человек, Который растворился в такой нирване, Как у буддистов, Это не такой человек, Который забыл, наплевал на себя, да, Такой, знаете, бомж, Который вот вообще не думает Про то, как он выглядит там, Что он будет завтра есть, Он просто вот существует, Но при этом у него может быть Очень какая-то богатая духовная жизнь, Я не издеваюсь, Так действительно бывает. Вот, а этот человек, Который прекрасно встроен в этот мир, Но он понимает, Насколько этот мир не его, Насколько он в этом мире, Ну, в общем-то, никто, И звать его никак, Даже если он великий царь. И это одновременно Несовместимо с отчаянием, С унынием, Которых тоже много в псалтире. Вот по пути от одного, От этой изначальной самоуверенности, Самоправедности, К этой вот завершающей смиренности, По пути было много отчаяния И воплей, да, Это правда. Но если он не сосредоточен на себе, Значит, в следующем 144-м Псалме он вообще себя даже Помнить не будет, Хотя этот псалом будет тоже Давидов. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова